Так, пришлось нам чуть-чуть раньше свернуться и зайти в бункер заехать, потому что тут уже товарищи, уже кто сырье требует, кто требует освободить склад, потому что уже на 182 тысячи чистом товара, то есть, хотя склад еще полупустой, что вы хотите тут освобождать? Я думаю, что нам нужно сделать, нам нужно, мне Лестер прислал по следующему делу кое-какие данные и нужно, конечно же, наверное, начать. Там нужно, насколько я понял из его сообщения, нужно угнать 4 каких-то там супер быстрых байка для того, чтобы обеспечить отход. Ну и сейчас, я думаю, мы этим и займемся. Сейчас я ему наберу, узнаю, куда подъезжать и что делать вообще. Так, Лестер, ты где у меня? Ну что ж, погода говно, но ничего страшного. Выдвигаемся. У нас чуть-чуть поменялась команда. Хочешь на этом поехать что-то? О, тут один военный транспорт. Офигеть и не встать. Дружок, ты знаешь, чем порадовать меня? Да, вот это вот будет весело, я думаю. Сейчас мы вам раздадим, блин. Охренеть тут пушка. Блин. Так, ээээ, осторожнее. Ой, бедный Хаймер, блин. Как же он будет ремонтироваться? Так, ладно. Блин, по встречке движение такое большое, а мы тут по встречке едем. Ладно, ничего страшного. Ну что, мы рядом, в принципе. Одеваем масочку. И сейчас начнется раздача. Главное, сами мотоциклы не раздолбать. Потому что можно их и не заметить. О-о-о. Опасно с такого пулемета, конечно, здесь стрелять. Всякое может случиться. Угу. Неплохо, да? Блин, там рядом мотоцикл. Не могу стрелять, так опасно. Так, есть кто еще? Больше нет никого, да? Я думаю, можно выходить потихонечку. Так, я думаю, в гараже должен быть по-любому так. О, тут даже бронежилет есть. Здорово. Фу, ну что, ребята. Посмотрим, что за байки. Хе-хе. Ну, какой классный спортивный байк, я считаю. Почему нет? Очень такой довольно-таки резвый и мощный. Очень классный интерфейс. Много чего есть полезного. О, сейчас обстрел будет. Ой, блин. Дерьмо-то какое. Главное, ни во что не вмазаться. Так, сколько всего, блин? Сколько всего здесь? А че это... Кстати, а че это за кнопочка? Ой, блин. Какого хрена, блин? Че я ее нажал? Стоп, стоп. Нам куда-то сюда надо. Блин, это такое ускорение, что ли? Типа нитро машина. Так. Я че, первый приехал, да? Здорово. Так, ребята, главное не сбейте, прошу вас. Так, я должен спрятаться. Стелс 99 уровня. Хе-хе-хе. Меня же не видно, да? Совсем не видно. Ты в меня только не стреляй, ладно? Первый раз в жизни вижу дробовик с глушителем. Это что-то нечто такое. А, это не дробовик. Или был дробовик. Ребят, подъезжайте. Ну че, мы вас ждем. На меня тут капает, кстати, я уже промок. Так, вот. И третьим приезжает товарищ, и четвертым приезжает. Ну что ж, все молодцы, всем спасибо. Ну ладно, ребята, пока отдыхайте. Мне только что звонили с бункера, и мне необходимо в срочном порядке прибыть туда, потому что нужно обязательно сбыть товар. Потому что товар залежал, и уже... Слушай, чувак, какая фигня. Мне звонили с бункера, там копы шарят поблизости. Нужно срочно избавляться от товара. Нужно срочно продавать оружие. Да, да, чувак, ты прав. Надо срочно, короче, ехать и это все продавать. А то я боюсь, блин, в следующий раз будет еще хуже все. Так что лучше судьбу не испытывать. Как бы вообще груз не потерять, а то конфискуют еще вдруг. Этот же бизнес не то чтобы очень легален. Поэтому лучше, наверное, все-таки поехать и продать. У меня есть уже покупатель. Там уже есть люди, которые готовы приобрести этот товар. Просто нужно им его доставить. И все. Надеюсь, уже скоро, скоро, уже буквально через пару дней, а может быть и раньше, даже можно будет мне купить себе вертолет. И вот надо будет доделать еще самое главное ограбление. Сделать это дело, съездить. И, в принципе, сложить денег, а получится, я думаю, очень даже неплохо. Мне тут еще за прошлую сделку поступили деньги в размере почти 400 тысяч. Так что, я думаю, чуть-чуть осталось, в принципе, до вертолетов. Вертолет очень нужен. Вот действительно сталкиваюсь очень часто с тем, что нужен вертолет. Сейчас я узнаю, готов ли клиент принять товар. И, в принципе, можно продавать. У меня на 300 тысяч... О, нифига, вы на 300 тысяч уже наделали. Вот что значит доплачивать своим людям. Так, надо переодеться сначала. Так, все, я переоделся. Иди тоже переоденься. Ну что ж, надо торопиться все-таки, как-никак. Чем быстрее, тем лучше. На сей раз передавать товар, и лучше идею. Только не этим покупателям. О, баги. Баги это весело должно быть, наверное. Так, ну что, чувак, поехали, что ли. За мной. У меня есть план. В общем-то, смотри, чувак, нам нужно продать это так, чтобы нас, так сказать, не загребли нифига. Это будет, конечно, нелегко сделать, я думаю. Но мы справимся. Так, поехали. Нужно нам 5 точек сброса и скинуть каждому по одному грузу. На каждую точку. Ну, тебе, в принципе, я думаю, Агент-14 все рассказал уже. Давай, короче, ездишь за мной и вместе скидываем, вместе катаемся. И все. Главное, не нарваться на мину. На дружественную. Потому что мины здесь нужно расставлять, наверняка. Ну, они баги, хоть вроде и легкий такой транспорт, но я не думаю, что он сильно прочный. Потому что брони у него, наверное, как таковой особо не имеется. Ну, в общем, держись за мной, а там посмотрим. У меня вон GPS уже стоит на ближайшую точку. Ну, как на ближайшую? Не то, что прям очень ближайшую. Ну, попробуем, в общем. Ах, пока нам никто не мешает, но я думаю, это только начало. По-любому нам кто-то будет мешать. Это же по-другому нельзя. Я хоть и расправился с частью конкурентов, но их еще хватает. Чтобы со всеми расправиться, это надо не одну, наверное, неделю потратить. Не кипишуй, главное. Вот здесь вот первая точка. Во. Так. Все, я наметил следующую точку, так сказать. И надо, короче, побыстрее двигаться. Потому что... Давай, чувак, я тебя жду. Десять минут. О-о-о. Погнали. Не будем тормозить. Пускай они там, блин, сами с собой стреляются, а мы доедем. Нам тут недалеко вроде. Наше время идет. Не хочется, блин, как говорится. Да что ж ты делаешь-то? На, сука. Получай. Так, нам сюда, чувак. Ты не туда едешь. Смотри, там не помри ненароком. Так, вот здесь где-то второй сброс. Угу. Во. Так, я сбросил. Вон он следующий, погнали. Тут есть спуск какой-нибудь? Тут есть спуск. Так. Ну, нахер вас, козлы. Так, я вот думаю, мы здесь как-нибудь проедем или нет? А, нет. Фу. 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 Свалились более-менее. Чувак, погнали. Ты, главное, не это. Не тормози. Нам нужно добраться до следующей цели. Потому что это какая-то нервная работа. Поехали, поехали. Да что ж вы будете делать, козлы вонючие. Я вот сейчас всех тут порешаю. Нормально, нормально. Чувак, ты, главное, не нервничай. Ехай за мной. Так. Я не знаю, правильно ли я метку поставил в GPS. Но нам туда, короче. Главное, довези. У нас есть еще время. Я думаю, мы успеем. По-любому успеем. Фу, какая напряженка-то. Не, баги прикольная машинка, конечно. Но не для города, явно. По городу, я думаю, можно было бы и как-то по-другому. Так, нам сюда, чувак. Ты лучше за мной ехал. Потому что из-за того, что ты едешь в другое место как-то или впереди, ты не знаешь, куда я еду. Так, а нам куда? Ой, нам там надо под мост как-то. А как туда попасть-то вообще? Тут главное, поосторожнее чуть-чуть. А то здесь у нас не очень, так сказать, надежное место. Можно вылететь. Так, назад, чувак. Только назад. Через воду не вздумай даже нырять. Ну ладно, время еще есть. Блин, ты что ж тут нигде не проедешь? Ну что, преследователи закончились? Да, я так смотрю. Все, больше никто не желает связываться. Так, у нас есть еще время. Я думаю, мы в две точки успеем по-любому. Конечно, не ближний путь, я смотрю. Но успеем. Все, едем. Нормально все. Ну, вроде путем. Блин, грузовики такие летают. Опасные, блин. Хе-хе. Фу, блин, работа. Все-таки самому приходится тоже напрягаться на производстве. Даже ребята-то мои сделают. А вот то, что мне придется еще это все доставлять, это, конечно, вопрос уже другого характера, как говорится. Успеем. Пять минут есть. Если нас сейчас не пошлют в задницу мира какую-нибудь за 30 километров, тогда успеем. Так, а здесь есть подъем-то какой-нибудь? А, тут под мостом, что ли, надо? Во-во-во. Вот здесь, короче, бросаем. Так, и все, и выезжаем отсюда. Нахер, и едем в последнее место, куда нас отправить. Так, надо быть только поосторожнее чуть-чуть. А? Четыре километра? Блин, чувак, надо торопиться. Надо срочно торопиться. Четыре километра, это тебе не... Там взрывается сзади. Ты, что ли, там минами балуешься? Ой, а мы тут минами балуемся, да? Нам сюда вроде как. Давай, мэн. Нельзя, как говорится, сложать в самом конце. Иначе не заплатят мне моих 400 тысяч, дадут 1300, дай бог, скажет. Чувак, из тебя партнер, как ни замок, то. Лучше бы я работал с кем-нибудь другим, да? Так что торопимся. Ну, время есть еще, успеем. Неплохо едем. Вполне. Ох. Все, успеваем. Еще три минуты. Так, куда-то сюда, походу. О, знакомая дорожка. Часто я тут бывал. Ну, ах, все, вроде как уже подъезжаем, наверное. А, ты решил по горам? Ну, давай я здесь проеду, в принципе. О, это же это, усадьба Мартина Мадраса. Что, он, что ли, заказчик на этот раз? Хм, нифига себе. О, лимузин стоит. Да, здорово, что сказать. Все, сваливаем. Все, короче, надо сваливать отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Так, транспорт. Нам нужна машина чья-нибудь. Чья-то машина нужна, чувак. Вон, джиппери. Вот этот вот. Да. Ничего страшного. Не обломается. Так, подруга. Мы временно потом вернем. Оставь свой номер, смс-ка и скину потом. Так, ну что ж. Ох, блин, 450 тысяч, блин. Да, блин, офигенно. О, блин, мне уже на вертолет хватает. Но я не буду его брать. Я сначала... Так, вы продали весь товар, да. Я сначала не буду брать его, короче. Я лучше сделаю сначала финальное дело, так сказать. Ну, медленное, а что поделать. Зато сработали неплохо, вполне. Даже отстреляли всех, кого надо. Лестер. О, Лестер. Не, не хочу, чувак. Не надо мне предлагать. Фу, ну что ж. Можно возвращаться назад, наверное, в бункер. А, знаешь, дорогу. Ну, замечательно. Ну, конечно, уже сколько раз ты уже там был. Осталось сделать финальное дело, самое большое. Еще не знаю, что там будет. И можно, в принципе, я думаю, жить неплохо. Правда, когда я посмотрел, сколько нужно денег на командный пункт, а именно 2,5 миллиона минимум, я, конечно, был опечален. 2,5 миллиона, это надо еще насобирать. Ну, что поделать, блин. Будем, будем работать, жить и собирать. Пока есть цель.